Всем привет! Меня зовут Марк Каухман, а значит он на моем канале Свой Парень. Я сижу в полуголовом виде в пижаме, потому что мне жутко жарко от двух софтов. Сегодня я хочу наконец разобрать завалы пустых баночек, разобрать то, что мне не нужно, выкинуть и почистить свой дом в преддверии Нового Года. Поэтому сегодня у нас пустые баночки. Поехали! Я пока разделил часть баночек на то, что я обязательно куплю. И то, что я не куплю никогда. И это не то, чтобы разочарование. Это то, что я бы не купил в второй раз и не советовал бы тратить деньги, потому что это просто вам не нужно. И начнем мы с пены для бритья Фаберлик. Я бреюсь постоянно, я бреюсь очень часто, я бреюсь много. Может быть по мне незаметно, белые волосы, голубые линзы. Но мои восточные корни так и прут из меня. Поэтому я медленно и стремительно отправляюсь к обезьянам. И поэтому бреюсь я часто. Я все время думал о тем, что пена для бритья мне не подходит, потому что у меня достаточно мягкая щетина. Но нет, пена для бритья подходит не только не мне. Я отдал своему брату, который постоянно то отращивает бороду, то ее сбревает. И я ему отдал поэкспериментировать. Все оказалось печально. Когда наносишь пену для бритья на бороду, она не размягчается и не впитывается. Она стоит колом и бритва застревает. И в итоге ты сначала соскрябываешь пену, а потом начинаешь брить бороду, которая еще и не размягчилась. Поэтому не рекомендую пены. Советую всем переходить на гели или очень мягкотекстурные пены. Следующее это шампунь от Shauma Fresh It Up. Очень симпатичная и милая упаковка. Он не содержит силиконов и заявлен как для волос жирных укорней и сухих на кончиках. Это вранье. Я считаю, что этот шампунь подходит детям до 7 лет. Потому что если вы даже сушите волосы феном, вам нужно хоть какое-то питание, хоть какое-то увлажнение, хоть какая-то помощь для ваших волос. Кроме приятного запаха и милой упаковки, этот шампунь не делает ничего. Дальше выбрасываю гель-крем-матирующий для мужчин от Faberlic. Это профанация. Это попытка выпустить мужской продукт, как бы универсальный, как бы подходящий всем мужчинам, как бы увлажняющий. Но это неправда. Он ложится на лицо жуткой жирной пленкой, препятствует попаданию воздуха и вообще вызывает всякие воспаления и комедоны. Глискур, глубокое восстановление, плюс сыворотка бальзам. Бальзам не советую, не рекомендую и это просто не делает ничего. Эта линейка для меня очень противоречивая. Мне просто невероятно нравится сыворотка и совершенно не нравится шампунь и бальзам. Они, в общем-то, ни о чем и ни за чем. В общем, это не стоит ваших денег. Глискур BB крем 11 в 1. Это полная билиберда. Он не делает ничего, что вы его наносите, что вы его не наносите. Бьюти бальзам для ежедневного ухода. Безупречно красивые волосы, ощутимая мягкость и блеск. Волосы обычные. Что вы их помыли, что вы нанесли этот бальзам, что вы использовали какой-то кондиционер или масло. Это не делает вообще ничего. Боди мусс Балийский цветок от Organic Shop. Здесь органическое масло Нерали и белый франжипани. Вот эта банка. И это разочарование, потому что невероятно приятный и вкусный запах франжипани. И совершенно никакого действия. Что вы его нанесли, что нет. И в общем-то, если вас интересует только аромат, то это для вас. А если вы хотите какого-то хотя бы увлажнения, то вообще ни разу. Потому что это просто не имеет значения. Закончился наконец, домучил я парфюм от MEX Ice Touch. Не имеет никакого послевкусия и каких-то там глубоких нот. Вы его нанесли. И то, что вы почувствовали, то вы и почувствовали. Через где-то час запах пропадает. И скорость ухода этого парфюма была довольно высокая. Слава богу. Потому что запах не самый мой любимый. Он не держится. И из-за этого расходуется, естественно, быстро. И запах достаточно специфический. И за, грубо говоря, год, который он у меня был, он поменял свое направление. Назовем это так. Он стал пахнуть иначе. Хотя это, собственно, был подарок от компании MEX. Выбрасываю вот такую штуку, которая называется комплексное средство по уходу за кутикулой. Здесь кончиком вот этим вы отодвигаете кутикулу. Здесь ножик для обрезания кутикулы. И, собственно, масло. Вы понимаете, у меня кутикула растет очень быстро. И за две недели у меня до середины ногтя может зарасти эта кутикула. Это выглядит просто ужасно. Вот этой штукой ужасно неудобно отодвигать кутикулу. Нож кривой, и я им порезал себе палец. И здесь, в общем-то, приличное масло. Но оно плохо подтекает в этот носик. Поэтому использовать это неудобно. Несмотря на то, что это дешево, есть другие вариации дешевых средств, которые использовать намного приятнее и удобнее. И следующее средство, которое я хочу показать, это средство от потрясающей компании Dechele. И это был очаровательный поход в эту компанию. Так получилось, что меня туда пригласили. Мы туда ходили в компанию с моей мамой. И если вам интересно, я расскажу эту эпичную историю. Но это капец, товарищи. Пока я расскажу про средства. Средство не работает. Это как бы лосьон для тела мист. То есть вы брызгаете и увлажняете. Ни хрена не увлажняет. Ни хрена не работает. Это расходуется в очень большом количестве. У него специфический запах старых духов. И вообще это фейл какой-то. Последнее, что я хочу показать, это Cover Stick от Essence. Это консилер, который похож на помадку. Он вот так выкручивается. И, собственно, вы его используете. Вы знаете, когда я 4 года назад его показывал, тогда мне казалось, что это что-то хорошее, интересное. Но сейчас я понимаю о том, что это какая-то бельберта. Потому что для молодой кожи он слишком плотный. Если вы хотите скрыть какой-нибудь прыщ, то вы наоборот сделаете акцент на этом прыще. Для возрастной кожи это ужасно плотно просто. Такое нельзя использовать. За производство такой косметики надо карать. Я не знаю, зачем и для кого они это придумали. Это слишком плотный консилер, корректор. Нет. Вот такое быстрое небольшое видео у нас было. Надеюсь, это было для вас полезно. Мы увидимся совсем скоро. Также не забывайте заходить на мой инстаграм KaofmanMK. И всем карме! КОНЕЦ